Это проект Гражданское общество в студии Виктория Азыкова. Сегодня у нас в гостях наш коллега, журналист, общественник Игорь Файман, который в своей работе в рамках автономной некоммерческой организации решил поднять одну из важнейших сегодня тем. Это борьба с историческими фейками и искажением истории. Потому что с фальсификацией исторических фактов и событий, в том числе и хорошо скроенных, сегодня во время информационной войны мы стали сталкиваться все чаще. Игорь, добрый день. Здравствуй, Виктория. Спасибо за приглашение. Я сразу для наших зрителей скажу, что так как мы хорошо и давно знакомы, мы будем общаться на ты, нам так будет легче. Итак, проект «Подвиг народа бессмертен». Я знаю, что он стал логичным продолжением твоей программы, которая выходит на телеканале Хабаровск «Город воинской славы». Почему возникла необходимость уйти из формата СМИ и перейти в более широкий формат? Спасибо, Виктория, за вопрос. Еще раз хотелось бы поприветствовать всех телезрителей телеканала Хабаровск. И, наверное, следует сказать, что решением покинуть СМИ не было. Просто возникло решение попробовать себя на параллельном поле, на поле гражданской активности. И совершенно верно ты сказала, что изначально вся наша военно-историческая тема начиналась с проекта «Город воинской славы», который, я могу с гордостью сказать, на протяжении уже пяти лет, с 2017 года, выходит на системной, или, я бы сказал, на регулярной основе на телеканале Хабаровск. И тематика проекта в большей степени связана именно с событиями историческими и военно-историческими, но по географии это город Хабаровск, Хабаровский край и, скажем так, Дальний Восток. Потому что, может быть, мало кто знает, но в свое время здесь происходили такие события. Некоторые историки, например, немецкие, называли эти события котлом ведьм, которые могли бы поспорить еще с, скажем так, событиями в западной части нашей страны. И когда ты работаешь по тематике, встречаешься с разными людьми, по роду работы прикасаешься к документам, которые в архивах находятся, читаешь мемуары, сравниваешь, сопоставляешь, то невольно приходишь к выводу, что история – это как путеводитель. Когда ты более-менее начинаешь, более-менее разбираться в этом, тебе становится понятным взаимосвязи, почему события происходили именно так, именно здесь. Но, с другой стороны, проект «Город воинской славы» как СМИ, он определен тематикой, да, там есть определенные правила. И вот насытившись, скажем так, историческим содержанием и контентом, решили попробовать себя на поле некоммерческих организаций. Во-первых, там, скажем так, более широкий маневр. Можно не быть зажатыми в рамках согласованной тематики, а, например, выбрать или сделать акцент на том направлении, которое тебе нравится непосредственно. Ну и потом уже дело случая, ты готовишь заявку, подаешь, значит, получаешь одобрение, работаешь на этом поле. Если нет, ну тогда ждешь дальше. То есть речь идет о грантах, и надо сказать, что возможность, которую государство предоставляет, это средства, средства бюджета или, скажем так, народные деньги, направляют тем же людям, целью которых не, ну, условно говоря, а не заработать прибыль, да, это не бизнес, да, это немножко вот другой сектор, как раз его называют, третий сектор гражданский. А пусть как бы это пафосно не звучало, принести какую-то пользу обществу. Такая история. Я знаю, что проект состоит из пяти, скажем так, событий, первые три из которых, они все-таки ближе к СМИ, это видеоформат, и два – это живые оффлайн-встречи. Что пытаетесь донести, да, ты, твоя команда, зачем это нужно и с кем встречаетесь? Совершенно верно, Виктория. Пять, скажем так, пять частей, или, скажем, две больших части у проекта. Надо сказать, что проект называется, общее такое название – это «Подвиг народа бессмертен», это события Великой Отечественной войны, прежде всего. Две части. Первая – это, так сказать правильно, аудиовизуальная, это мини-серия из трех роликов по 10 минут, а вторая – это оффлайн, это встреча непосредственно с живой аудиторией. И если, например, тематика мини-серии звучит таким образом, значит, мифы и реальность о начале Великой Отечественной войны, это первый ролик, второй – такое название «Гитлеровский Евросоюз», и третий – это историческое значение Великой Победы, то работа с аудиторией в большей степени направлена на подключение самой аудитории к работе. И, например, у нас вот прошло август-сентябрь, сейчас не помню, в третьей гимназии мы работали со старшеклассниками, и они готовили вместе с нами этот проект, отдельно про это расскажем. И лекторий один, который у нас остается еще на повестке, на площадке Центра Патриот-Воспитания это будет сделано, где наша небольшая команда вместе с представителями ветеранской организации города, одной из ветеранских организаций города, тоже расскажет ребятам о тех событиях, о событиях Великой Отечественной войны. На что направлено, Виктория, еще вкратце? Ну вот правильно вы вначале сказали, мы стараемся по мере силы и возможностей, используя открытые источники, доступ к материалам, которые у нас здесь есть в Хабаровске, в Хабаровском крае, плюс возможности интернета, это постараться оказать, скажем так, посильное сопротивление историческим фейкам и фальсификациям. Ну вот как раз о наполнении проекта. История государства, она в принципе-то состоит из частных историй каждой семьи. А если мы говорим о Великой Отечественной войне, то каждая семья, наверное, в России, в Советском Союзе, в бывшем, она столкнулась тем или иным образом с Великой Отечественной войной. Сегодня молодежь, дети, они, может быть, не настолько знают эту историю, как знали, скажем так, их родители, или тем более их бабушки и дедушки. В твоем проекте что рассказывают дети? То есть если дети погружены в эту историю, о чем они говорят? Вот проблема искажения истории или фальсификации, она ведь не просто так проблема, и она возникла не сама по себе. Это процессы управляемые, это процессы хорошо организованные, и у этих процессов есть четко обозначенные цели. Я не помню сейчас точно, по-моему, кто-то из немецких учителей сказал, что учитель за... Учитель, когда он работает с ребятами, то он выигрывает войну за школьной партой. То есть подготовка ребят, подготовка молодого поколения к пониманию жизни, она происходит, ну так сказать, с молодых ногтей. Ну, это не только, конечно, школа, но школа в большей степени. Это и семья, это и общественные институты, это и самообразование в дальнейшем. Вот, например, когда мы в третьей гимназии делали очередной продукт, скажем, из вот этого нашего общего проекта «Подвиг народа бессмертен», мы попросили ребят подключиться в каком формате. Они должны были через работу со своими семейными архивами, прежде всего, с фотографиями, подготовить небольшие выступления о своих прабабушках и прадедушках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне либо на фронте, либо на невидимом фронте были такие, либо в тылу. И ребята с таким чувственным отношением подошли к этому делу, с такой теплотой звучали их выступления, презентации или выступления, что после того, как они рассказали о своих предках, у меня возникло ощущение, что если, например, этот мальчик или эта девочка в дальнейшем встретится условно с некто, кто скажет, вот, ваш народ и ваша страна сделала то-то, то-то, вот вы были неправы здесь-то, здесь-то, и вы еще сделали, принесли очень много, условно говоря, каких-нибудь проблем условным немцам, то у меня чувство возникло, что, извините, нифига, вот эти ребята, которые рассказали про своих предков, да еще так рассказали, да показали еще с наглядным материалом, родина, вот у них уже прививка от фальсификации, иммунитет уже будет, они скажут, не, вы что-то мне здесь вешаете на мои уши, одну субстанцию, ничего подобного, вот мой дед, я про него рассказал, мой прадед и моя прабабушка, вот они были совсем другими людьми, вот не теми, кем вы мне о них рассказываете, и выступление каждого из ребят, там порядка было 15 человек, что ли, как я уже сказал, была, Виктория наполнена такой теплотой, что она показалась, вот это первый шаг, может быть, это, или, скажем, одна из крупиц, вот в том большом деле, которое позволит ребятам, когда они еще подрастут, уметь отличать зерна от плевел, хорошее от плохого. Но вот на самом деле, да, сейчас очень часто можно встретить в разных источниках, опять же, по-разному они называются, по-разному они подаются, да, что, например, там, фашизм победила Англия, или фашизм победила США, хотя каждый человек в постсоветском пространстве знает, что тот самый последний гвоздь, да, самый главный в гроб фашизма, вбил Советский Союз, но при этом, вот эта диза постоянная, она все больше и больше и больше, и учитывая ту информационную войну, которая идет сейчас, а она идет параллельно, да, другим событиям, это все важнее и важнее, это воздействие на умы, вот как сегодня, можно с этим бороться, ну, по крайней мере, на местах. На местах, ну, общественное бытие определяет общественное сознание. На местах, конечно, бороться можно, по мере сил и возможностей, но лучше, если это будет все организовано и централизовано со стороны государства и, насколько вот я знаю, в последнее, почему-то именно в последнее время предпринимаются попытки изменить подход и к изучению истории, и к преподаванию этого предмета в школе и так далее, потому что ведь еще совсем недавно, даже в родной стране, Виктория, были казусы, извините меня, не красящие нашу историю, ну, например, там, открытие доски Карла Густава Маннергейма там в Петербурге, причем делали это официальные люди на уровне, допустим, официальных сообществ или общества исторических и так далее. При этом, многие же помнят, что, собственно, финны и Карл Густав Маннергейм обеспечивал блокаду Ленинграда и помощь немцам, немецко-фашистским захватчикам с севера. Или, например, установки памятников, установки памятников, скажем, героям, в кавычках, которые, правильно вы говорите, во времена Советского Союза, например, героями не были. Сегодня мы с вами видим, какая борьба с памятниками времен Великой Отечественной войны идет на Западе. В странах, в тех странах, которые раньше были подключены к соцблоку. В Польше, в Чехии, в Австрии и в разных других странах. Собственно, борьба с памятниками это борьба с памятью. Памятники это часовые памяти. А память это та невидимая нить, которая связывает поколения народа. И Великая Отечественная война, как вы совершенно верно заметили, она полоснула бритвой по сердцу всего советского народа. А это не будем повторяться, но так немножко напомним. Это и славяне, это и Средняя Азия, это и национальные представители России непосредственно, это и малые народные. Это все. И след, конечно же, эта война оставила, еще раз повторюсь, в сердце всего народа. Если это забыть, тогда без всяких таких пафосных выражений, не хочешь или не можешь учить свою историю, будешь учить историю других, другого народа. Здесь скобочка подразумевается, допустим, какого-нибудь завоевателя. Очень хороший пример, вот вы сказали, что на Западе очень активно педалируется и через разные источники, и публицистические, и в СМИ, что основной вклад в победу вообще во Второй мировой войне, значит, одержал коллективный Запад. Это не так. Мы все знаем прекрасно, и детей свои должны воспитывать и учить в этом направлении, что основной вклад в победе над фашизмом внес именно Советский Союз, народы Советского Союза, или Советский народ. Один из примеров работы вот такой управляемой фальсификации можно привести из страны, которая у нас здесь неподалеку находится по географии, это Япония. Там в музее атомной бомбардировки на сегодняшний день уже не указано четко, какая страна произвела эти бомбардировки. Там просто говорится, вот приводят детей из школ разных, да, вот они смотрят, вот там все это, конечно, все это жутко, атомный грипп, Хиросима, Нагасаки, 45-й год, но современное поколение японских школьников уже с трудом, с трудом скажет, кто это сделал, а большинство даже не догадывается о том, что Соединенные Штаты подвергли атомным бомбардировкам японские города, мирные. Более того, преподносится, информация конструируется таким образом, что из подваль возникает ощущение, что не русские ли это сделали, кстати, представляете? То есть вот прошло-то всего сколько лет. И вот такая управляемая фальсификация, она наносит очень большой вред. И если об этом не говорить, если вот с раннего возраста, там, со среднего возраста не начинать работать с нашим подрастающим поколением, в дальнейшем в их головы будет очень легко, вот как пластилин, туда, вот очень легко будет вместить или там синтегрировать любую информацию, которая будет удобна заказчикам. Я считаю, что мы должны вот как наши деды-прадеды иметь прививку или иммунитет от фальсификации. А ее можно иметь, ну вот то поколение, которое в основном уже ушло, уходит, к сожалению, постепенно так устроена жизнь. Вот они имели, потому что они видели все это своими глазами, да, они прошли через все это, потом они это рассказывали. Следующему поколению то следующее, но когда у тебя все организовано на уровне, скажем так, как государство, семьи, школы, общественности, культуры, книги, кинематограф, музыкальные произведения, свободное время, просто какие-то социальные связи, то тогда есть надежда на то, что народ не сломить. И вот в завершении нашей беседы, но вот все-таки исходя из того, что прошло меньше ста лет, еще, ну не так много, но тем не менее, свидетели этих событий живы, да, и в разных странах, почему же тогда получается убедить людей в том, что да, нет, было не так, да, нет, было как-то иначе. Хотя свидетели живы, которые видели это своими глазами. Верно, верно, Виктория, говоришь, но мне думается, что свидетелей становится все меньше и меньше, и как раз-таки вообще будущее это молодежь, да, будущее страны это молодежь, будущее мира это молодежь, как вот в песнях раньше пелось, молодежь это молодость мира, там что-то такое, красивые слова. Так вот, работа идет за умы молодых, вот как молодежь, ну скажем, воспитаем, вот такое представление о том, что было в событиях там 100-летней давности, у них в головах и останется. И, как бы правильно сказала Виктория, мы являемся свидетелями того, как эта борьба происходит прямо на наших глазах. Один из идеологов Третьего рейха в свое время сказал, что народ скорее готов поверить в большую ложь, чем в малую, поэтому не чирается ничем, лгут практически на каждом шагу, причем в промышленных масштабах, обертывают это в красивую упаковку, и посредством медийной индустрии через разные источники, каналы распространяют. Сегодня, ну сложно, мы это сами видим, вот искать, я сказала, вот из тех событий, которые происходят на Западе, сегодня примерно то же самое происходит. Если почитать, проанализировать или, скажем, сделать обозрение там ежедневной прессы, западной какой-нибудь, да, то мы увидим очень многое. Интересно. То, что не соответствует действительности. Вот еще, секундочка, Виктория, я на днях тоже просматривал материал, вспомнил, как делал статью про события, они случились сколько там лет, наверное, 10-12 назад, но дело было так, что, значит, контингент НАТО в Ираке и в Афганистане, представленный, в частности, военнослужащими из бывшего соцлагеря Польши и Чехии, на своей технике, на своей амуниции, униформе наносили, как будто думала, что эмблемы воинских соединений Третьего Рейха. Свастику. Ну, не свастика, Вика, это была, это были эмблемы войсковых дивизий СС, там, первая, третья танковая и так далее. Казалось бы, да, ведь это, ну, это внуки тех, чьи деды, скорее всего, вместе с Красной Армией воевали за освобождение Европы от фашизма в рядах, там, ну, мне хочется верить, что это так, потому что по-другому мне, все-таки, большая часть европейцев, которая сражалась вместе с Красной Армией, эти европейцы понимали те же самые задачи, у них были те же самые идеалы, ну, антифашизм, интернационализм, освобождение мира от коричневой чумы, а сегодня, ну, 10 лет тому назад, сегодня эти ребята молодые наносят на свою на униформы не, условно говоря, не Красную Звезду, там, не какого-нибудь Польского Орла времен Польской Народной Республики или Чехословацкой Социалистической Республики, а вот эмблемы из... И это тоже идет искажение сознания. Получается, что тем, таким самым образом официально через, там, армию западную они героизируют, героизируют преступников, в котором приговор был однозначный во времена Нюрнберского трибунала, что нацистская Германия, СС, и вот все, кто там понес наказание, это преступники, это преступление против человечности. Игорь, спасибо большое, что пришел на свое время. Вам спасибо, Игорь. Я напоминаю, это был проект «Гражданское общество». С нашим коллегой, журналистом и общественником Игорем Файманом мы говорили о том, как не допустить фальсификации исторических событий и что может сделать для этого гражданский сектор. Меня зовут Виктория Зыкова, я прощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин